МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии председатель правления Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» Александр Александрович Перов. Добрый день, Александр Александрович! Здравствуйте, Иван Иванович! Здравствуйте, уважаемые жители города Сарова! Я очень рад быть в вашем городе. Да, вот я-то лично знаю, что вы у нас второй раз в городе. И хотелось бы узнать, познакомиться с вами поближе. Расскажите коротко о себе. Где родились, где учились, где работали? Ну, я коренной горьковчанин, нижегородец. Родился в городе Горьком. Как все представители моего славного поколения, закончил школу, служил в советской армии, причем неплохо служил, о чем свидетельствует медаль за боевые заслуги. Здорово! Да, это 1963-1965-1968 год, я уточню. Вот, после этого вернулся, работал на ряде предприятий, в том числе на авиационном заводе имени Сергея Рженикидзе, который имеет прямое отношение к нашей авиации. Затем закончил университет Лобачевского исторический факультет. После окончания меня сразу пригласили на кафедру истории КПСС. Работал свыше 30 лет, защитил кандидатскую диссертацию. Параллельно был избран депутатом городской думы города Нижнего Новгорода. 10 лет был депутатом. Ну и мне доверили возглавить общественную организацию, которая называется «Дети войны». Это было в 2015 году. И вот с этого времени я возглавляю эту организацию, славную организацию советского поколения «Дети войны». Вот я здесь замечу, мне довелось побывать на правлении вашей организации несколько раз, и я был удивлен. Потому что вот самому молодому ребенку войны около 80 лет. Самому старшему приближается к сотне. Ну, казалось бы, какой активности ждать от этих возрастных людей? И тем не менее, дела большие. Вот расскажите, какие дела вершат «Дети войны»? Я сейчас немножечко отреагирую на ваш вопрос. Да, действительно, значит, «Дети войны» самым молодому действительно 80, и уже, так сказать, более старшим. Но по нашему уставу членами нашей организации могут быть и те наши сограждане, граждане, которые родились в другое время. Я, например, являюсь «Детем Победы». Я не вхожу в эту категорию. У нас есть ряд руководителей, которым по 35-40 лет. Ну, что? Работает. Согласен. И мне же, Надежда Викторовна, почтырек оказал доверие, включив меня в свое управление. Да, поэтому это прямая связь поколений, и это очень хорошо, понимаете? Значит, это первый момент. Второй момент. Вы знаете, ведь «Дети войны» – это представители славного советского поколения. Я помню, это было уже, наверное, лет 15 назад, может быть, чуть больше, ну, в пределах этого. Известный американский историк, а я тоже историк по образованию, да, Филипп Фонер говорил, вообще наступает время, надо писать историю славного советского поколения, историю СССР. Это когда у нас началась так называемая перестройка, которая привела к разрушению Великого Советского Союза. Поэтому, значит, вот «Дети войны», они как раз являются этим славным поколением, которое не только выдержало войну, пережив ее, но и восстановило страну, вывело ее в космос. И здесь заслуга, героизм «Детей войны» не только в том, что они видели войну, так сказать, и помогали победе, как только могли. Не случайно и награждение комсомола было орденом, соответствующим в 45-м году, да, значит, но и восстановили страну, ведь это они вывели в космос. Юрий Алексеевич Гагарин, наша гордость, он же представитель славного поколения «Дети войны». Поэтому, вы знаете, я сам тоже вот и смотрю на наших представителей, на наш актив, да, и я удивляюсь их мобильности, жесткости, стойкости, убежденности, в том числе саровчан. – Согласен. И вот здесь вот действительно, они не только очевидцы тех событий, они и активные участники, и носители вот той правды, которую искажают, зачастую искажают. А вот чуть подробнее практически дела, как в областном центре, так и в городах, районах по всей нашей области. По уставу нашей организации у нас в основном три задачи. Первое – это защита прав и интересов детей войны, которые попадают очень часто в сложную жизненную ситуацию, и мы чем можем, им помогаем. Это первое. Второе – это патриотическое воспитание молодежи, то есть рассказать правду о советском обществе, о СССР, о победе нашей, какой ценой, в чем значение этой победы. Это вторая задача. И третья задача – добиться принятия федерального закона о детях войны. Потому что дети войны, они живут сегодня, мягко говоря, скромно, а иногда просто, так сказать, выживают. И это является, знаете, есть такое, это чисто русское, я бы сказал, да, значит, вот наша идея. Это несправедливо сегодня, потому что именно эти люди, именно это поколение создало ту основу, опираясь на которую существует еще сегодня Россия, в том числе ядерный щит. Конечно. Понимаете, да? И поэтому вот наша задача как раз заключается именно в этом. Исходя из этого, широкий спектр, так сказать, тех проблем, которые мы решаем. Я перечислю. Ну, например, значит, мы взяли на учет практически все памятники Владимиру Чуленину, основателям нашего государства, в Нижегородской области. Ежегодно отслеживаем ситуацию, значит, в каком состоянии памятники, значит, находятся ли они в собственности муниципалитета, или это региональные памятники. Мы оказываем помощь в реставрации, в восстановлении. Вот совсем недавно, полгода назад, осенью прошлого года, мы вместе с КПРФ, мы тесно работаем с КПРФ, поставили памятник, его не было, в районном центре города Таншаева, Нижегородской области. Значит, не только в Таншаево, в ряде других мест, значит, восстановлены памятники, установлены памятники. Вот это первое направление. Второе направление – это курирование, это помощь в работе музеев школьных, которые за последние годы, их резко сократилось. Вот сегодня хорошо, я был в третьей школе у вас. Замечательный музей. И ребята, я второй раз уже, так сказать, был в этой школе, в ходе первого приезда, и вот сегодня, сегодня сами ребята, шестой класс, они являются экскурсоводами. Они не просто сидят и слушают, они сами как бы живут этой жизнью, понимают, что пережили их отцы и деды. И это очень важно, понимаете? Поэтому мы высказали глубокую благодарность тем, кто работает с этими ребятами. Вот это второе направление. Третье направление – значит, добиться принятия закона о детях войны. На федеральном уровне, так сказать, это не получается. Хотя фракция КПРФ в Государственной Думе ежегодно вносит соответствующие законопроекты, но под разными предлогами, а чаще всего, значит, говорят о том, что нет денег. Значит, под таким же лозунгом, примерно под тем же предлогом отказывают и в Нижегородской области. Вот с момента основания нашей региональной организации, а мы провели учредительную конференцию в 2015 году, в конце 2015, и с этого времени очень активно работаем. Ежегодно фракция наша, мы вместе с фракцией вносим законопроекты о детях войны, в том числе, в 2017 году мы сами, дети войны, собрали необходимое количество подписей, а по регламенту работы Законодательного собрания Нижегородской области, собрав определенное количество подписей, нижегородцы могут выйти с законодательной инициативой. Мы вышли с этой законодательной инициативой, тогда еще был губернатором шансов. Я представлял эту организацию на профильном комитете сначала, потом на заседании выступил, рассказал, что мы хотим. И самое главное, понимаете, я пытался донести, говорил о том, что да, сегодня дети войны живут очень сложно, но мы видим, как в мире нарастает угроза фашизма. Это 1917 год. Как на Украине маршируют бандеровцы, как в Прибалтике вольно чувствуют себя лесные братья. И поэтому, в том числе, есть в городе Сорове, живет Елесин Владимир Александрович, вы, наверное, его знаете. Я с ним связывался по телефону накануне выступления, потому что у меня была его книжка «Я не убит фашистской бомбой». И я говорю, Владимир Александрович, что я буду говорить, что мне сказать? Он говорит, обратись им, скажи, дайте закон, дайте юридический статус. То есть, мы там, конечно, в нашем законопроекте говорили, надо поддержать материально. 9 мая, что-нибудь там, 5000, допустим, более свободно, и люди могли бы, скажем, осуществлять зубопротезирование и так далее. И даже элементарный знак умного жения. Иван Иванович, да? Ну, говорит, даже мне сказали дети войны, скажи, что мы можем подождать, если с деньгами что-то, ну, дайте статус. Потому что в ряде случаев мне говорили, приходит наш ветеран 9 мая, или к какому-то еще событию очень важному государственному, да, и говорит, я готов рассказать, я представитель поколения детей войны. А он говорит, кто-то такой, у тебя нет ничего, мы тебя знать не знаем. Понимаете? Так относятся сегодня. Не везде, но так относятся иногда. Дайте юридический статус. И вы думаете, услышали? Нет. А я вот вклиниюсь, Александр Александрович. Вот в конце прошлого года был принят закон, где называли вас дети военного времени. Это ведь полпобеды. Я об этом сейчас скажу. Тогда, в 1917 году, нас не услышали. Но мы после этого неоднократно, мы каждый год обращались, в том числе к новому губернатору, да, Глебу Сергеевичу Никитину. Открытые письма, просто письма, да, направляли. 15 декабря 1922 года такой закон был принят, но он назывался так. Сохранение на территории Нижегородской области исторической памяти и уковечения подвига советского народа. Замечательный, так сказать, название, замечательный закон. Там есть в том числе, юридически обозначается, не дети войны, дети военного времени. Хорошо, пусть будут дети военного времени. Хотя это не одно и то же, дети войны, дети военного времени. Мы согласились, мы выразили благодарность. И руководитель нашей фракции, Егоров Владислав Иванович, говорит о том, что когда принимался этот законопроект, губернатор сказал спасибо фракции КПРФ в законодательном собрании, что она в последние годы так активно пробивала необходимость создания этого закона. Замечательно, приняли. Но посмотрели мы этот закон, лучше бы мы его не смотрели. Дети военного времени должны там сами прийти в отдел социальной защиты. То есть, если человек, относящийся к этому поколению, сам не придет, не зарегистрируется, он вне закона. И о нем не узнают. И они ему не узнают. Ко мне лично только, скажем, как председателю, сколько было звонков, сколько приходили, приходят, а их там даже в списках нет, пробивали. И до сих пор это продолжается. Хотя прошло уже полтора года. Вот это первый момент. Причем дети-то ведь, смотрите, многие уже не ходят. Хотя я должен сказать, справедливости ради, вот мне говорят, в частности воротенцы, работники соцзащиты сами проявили инициативу и сами приходили к этому поколению, оформляли все, что необходимо было. Большое им спасибо за это. Но не везде так. И в самом законе заложена эта формула, что ты сам не пришел, значит, тебя нет в этом законе. Второе. Ну, дали карту Победы, на которой тысяча рублей. Значит, можете сходить в боулинг, на концерт куда-то, в бассейн. Это детям-то, которым, так сказать, за 80 и прочее, прочее. Да, потом на селе-то это просто нереализуемые вещи. И еще один момент, третий момент. Значит, по этой карте можно получить скидку в государственной аптеке или в магазине пятерочка. Но ведь уже у наших ветеранов труда, у многих уже есть соответствующие скидки. И поэтому эта карта дополнительно ничего не дает. Поэтому, значит, вот, учитывая все эти вещи, мы направили письмо с нашими предложениями, с нашими замечаниями. Мы готовы к сотрудничеству. Давайте, да. Не услышали, нет губернатора, нет Министерства социальной защиты, желания видеть, слышать и понимать детей войны. Но мы продолжаем работать. Правильно, есть за что бороться. Есть за что бороться. Иллюстрацию одну скажу. Вот у меня в избирательном округе проживает 118 детей войны. Не все смогли прийти в силу здоровья в орган соцзащиты, получить медаль или карту победы. Я тогда взял, попросил органы социальной поддержки выдать мне вот эти награды, и я сам стал ходить по домам. Вы знаете, благодарят, значит, людям высказывают публичный знак уважения. У кого-то вообще не было такой награды. А реагируют тепло и приятно. Благодарят. И я считаю, что вот в этом отношении первая ласточка, она, можно сказать, прилетела. Но еще раз повторяю, есть за что бороться. Конечно. И я должен сказать, что вот на данную минуту, значит, мы в начале этого года провели очередное заседание нашего управления. Мы знали, что наша фракция в законодательном собрании готовит, так скажем, поправки к закону, который был принят в декабре 1922 года, где категория дети военного времени, о том, чтобы к 9 мая хотя бы какую-то поддержку дать. Понимаете? Потому что сегодня это единственная категория социальная нижегородцев, которая не получает 9 мая ничего, получает инвалиды, блокадники и многие другие, перечисленные в этом законе. Дети войны ничего не получают. И, зная это, мы, значит, приняли решение, что каждое наше местное отделение должно направить в адрес законодательного собрания письмо с поддержкой вот фракции КПРФ о том, что нужно принять вот эти поправки в наш областной закон. В том числе направила и Саровская организация. Есть ответ, значит, на имя почтарюк Надежды Викторовны. Ну, формальный, пустой ответ. Александр Александрович, я немножко переключусь на другую тему. В прошлом году, когда я участвовал в работе вашего правления, я восхитился и даже позавидовал белой завистью активности детей войны в Нижнем Новгороде, которые осмелились пробить название сквера в центре города в честь Сталинградской битвы. Расскажите вот подробнее об этой инициативе. Вот нам бы тоже нужно брать с них пример. Знаете, тут история вообще-то достаточно такая продолжительная. Мы ведь, я имею в виду и дети войны, и, значит, КПРФ, областная партийная организация, мы последние примерно 10 лет, сейчас точек данту не назову, мы активно выступали за то, чтобы нашему городу, городу Нижнему Новгороду, Горькому в годы Великой Отечественной войны город воинской славы присвоили. Обращение было к президенту, значит, принимали соответствующие решения, и параллельно с этим, так сказать, работали над тем, чтобы, так сказать, в городе были соответствующие памятники, в том числе, значит, благодаря, вот, в частности, нашей инициативе, значит, был поставлен памятник Грабину, конструктору пушек, известному, лучшая пушка Великой Отечественной войны, Василию Гавриловичу Грабину в Нижнем Новгороде, и параллельно в том числе и Иосифу Виссарионовичу Сталину. Значит, мы в прошлом году активно провели целую серию мероприятий в Нижнем Новгороде, провели митинг, приняли соответствующее решение, была публикация в газете о том, что, значит, в Нижнем Новгороде есть в том числе замечательный завод 92-й, бывший завод имени Сталина в годы Великой Отечественной войны, да, значит, надо увековечить память. Фракция внесла соответствующее КПРФ предложение в адрес городской думы города Нижнего Новгорода, это было поддержано, значит, нашли небольшой скверик, долго обсуждали, какое место, так сказать, у меня лично было одно место, значит, связанное с строительством метро, значит, где можно было, но выбрали, так сказать, на улице Бекетова, значит, скверик, там сейчас, так сказать, идет реставрация, там установлены соответствующие, так сказать, мемориальные пункты, да, значит, мы там провели вот митинг 23 февраля этого года, значит, поэтому есть еще идея, что не просто сквер имени Сталина, но и установить памятник Сталину, бюст или памятник Сталину в Нижнем Новгороде, над этим мы сейчас работаем. А, по-моему, на Бару кто-то уже установил, если я не ошибаюсь. Там есть памятник, на Бару есть памятник, и более того, значит, там строится музейный комплекс, активно идет строительство музейного комплекса, где будет собрано большое количество экспонатов, связанных с советской эпохой, с именем Иосифа Сталина, с нашей победой, многими другими вещами, так что это есть, это есть. – А вот понятно, что Нижний Новгород – областной центр, Бор – это как бы вот город-спутник. А чем живут другие местные отделения, да, в глубинке? Им еще труднее, наверное. – Ну вот смотрите, значит, мы работаем по полугодовым планам, принимаем соответствующие решения, да, значит, и принимаем какие-то общие, так скажем, направления нашей работы, связанные вот с памятниками, о которых я говорил, с какой-то инициативой там и так далее и тому подобное. И я должен сказать, что у нас очень хорошо работает, например, Шахунская организация, где руководителем является Александр Федорович, значит, ну, работают очень тесно и с военкоматом, и с детьми, значит, и в том числе была в свое время улица имени Иосифа Сталина, да, значит, сейчас она наносит другое название, но, значит, на некоторых домах в начале этой улицы повесили таблички, раньше эта улица называлась именем Иосифа Визереновича Сталина, и это правильно, правильно, понимаете, да, как раз, ну, были некоторые, значит, либералы, которые, так сказать, подняли шум вокруг этого, ну и что, пошумят и успокоятся, наша главная задача – восстановить историческую правду, да, и воздать должный героям. Замечательно. – Это было. – Это было. – И я-то знаю, что пожилые люди, дети войны, сейчас даже помогают молодым ребятам, участникам СВО. – Совершенно верно. – Вот расскажите чуть-чуть об этом. – Во-первых, значит, тут разные помощи мы осуществляем. Во-первых, наша фракция, наша компартия, мы объявили сбор средств. И вот на сегодняшний день, ну, буквально за год, даже чуть поменьше, дети войны, наша организация, собрали свыше 100 тысяч рублей, значит, для того, чтобы оказать помощь. Что-то купить на эти средства, направить на Донбасс, в Луганск, на Донбасс и так далее. Это первый момент. Второй момент, значит, активно сотрудничают, в том числе, ну, скажем, Галина Михайловна Фузеева у нас есть в Воротынском районе, руководитель. Она очень тесно работает, в том числе с администрацией. Администрации сегодня тоже заинтересованы, да, значит, направляют помощь. Поэтому дети войны консолидируют свои усилия. Кто что, кто вяжет, кто шьет, кто, значит, приносит какие-то вещи необходимые сегодня, значит, тоже все это вкладывают. И не только эти вещи, так сказать, приобретаем, так сказать, необходимые, курируем, да, дети войны курируют. Больницы, где лежат, лечатся, раненые участники боев СВО там и так далее. То есть формы совершенно самые разные, понимаете. Было бы желание проявить себя. Ну, Александр Александрович, я не могу обойтись без традиционного вопроса. Ближайшие планы на будущее организации Дети войны? Ну, первые, понимаете, вот у меня, ну, воспитанник, так у меня мама относилась тоже к этой категории. В 16 лет девчонкой на пароходе память Хохрякова из города Горького вывозили раненых из-под Твери. Рассказывал мне все это, почетный донор СССР. Поэтому я воспитан в советских традициях. Поэтому для меня главная задача сегодня заключается в том, чтобы все-таки добиться того, что в Нижегородской области к детям войны было соответствующее, понимательное отношение со стороны власти. Не такое, как мы, к сожалению, сегодня видим. Это первое. Второе. Мы вышли с инициативой год с лишним назад о том, чтобы установить в Нижнем Новгороде памятник детям войны. Значит, да, в 2020 году городу Горькому, городу Нижнему Новгороду был присвоен звание город трудовой доблести. В Кремле сейчас состоит памятник. Там в том числе есть, значит, скульптура, есть молодого парнишки, который, так сказать, но ведь президент, когда в числе 20 городов озвучил о том, что городу Нижнему Новгород присваивается это звание, он сказал очень важную вещь. Город Горький за годы войны имеет наибольшее количество наград за трудовую доблесть, за помощь фронту. А ведь как раз Нижний Новгород, он был арсеналом победы, творческих инициатив, катюши, самолеты, стрелковое оружие, танки и так далее и тому подобное. Поэтому для меня очень важно, чтобы в Нижнем Новгороде, в бывшем городе Горьком, принятый закон, который говорит о сохранении исторической памяти и указечении подвига Советского народа, был реализован максимально полно. Потому что от этого зависит практически наше будущее. Согласен с вами полностью. Наши ценности. Очень, очень трудные, но очень важные задачи. Очень важные задачи, да, я понимаю. Александр Александрович, мы с вами сейчас будем принимать участие в нашей городской конференции Дети войны. Спасибо вам за то, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо вам, что пригласили. С удовольствием посещаю этот город. И если будет возможность, еще приеду несколько раз. Если будет, такая возможность. Ждем. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok